Канал АРИС и ТНТ ОКТАН. Это программа «Гость в студии». С вами Алексей Ширнин и у нас в гостях директор филиала УГАТУ в городе Кумертау Даутов Анвар Ибрагимович. Здравствуйте. Очень классно, спасибо. Ну, сейчас у выпускников, у одиннадцатиклассников, если правильно сказать, горячая пора, ЕГЭ, экзамены, которые во многом определяют, куда дальше пойдут, как дальше учиться, кем быть. Ну, в принципе, процесс везде одинаковый при поступлении в какое-либо высшее учебное заведение. Я бы на всякий случай еще раз повторить, что идет, что зачем, то есть каков процесс вообще поступления сейчас. Здравствуйте. Ну, Алексей Александрович, вы правильно заметили, для выпускников начинается горячая пора. Позади два основных экзамена, это русский язык и профильная математика для поступления в высшие технические вузы. Ну, остается еще один экзамен физика и информатика. Вот четыре экзамена достаточно для того, чтобы они поступили в высшее учебное заведение. Преемная комиссия начинает работать с 20 июня. Во всех сайтах вузов есть положение о приемной комиссии, есть положение, каким образом абитуриенты должны подавать заявление для поступления в вузы соответствующие, есть положение, какие льготы есть и как можно поспользоваться этими льготами. Конечно, нашему вузу уже в городе Кюмуртау 40 лет на следующий год исполняется. Сейчас проще стало принимать заявление у абитуриентов, то есть по результатам ЕГЭ они подают заявление, можно заявление подавать на пять вузов и на три специальности. И вот получается так, что абитуриент может подавать и филиал заявления, и одновременно подавать на головной вуз и на другие филиалы и на другие вузы. Конечно, желательно не опаздывать с подачей заявления. Бывают такие вот моменты, то есть человек ждет до последнего момента, потом каким-то образом он или попадает в больницу, или попадает, ну, жизнь есть жизнь. То есть здесь этим нельзя шутить, надо вовремя подавать. Вот приемная комиссия работает с 20 июня, и он заканчивается работой, по-моему, для дневной формы учения до 25 июля. Дальше уже начинается заселение. В первую очередь заселяются льготники, это, как правило, 29-28 июля. Дальше заселяются селевики. Кстати, в этом году в нашем филиале Министерством образования Российской Федерации выделено 40 селевых мест. Из них 20 мест дневной формы обучения по специальности конструкции, технологическое обеспечение машиностроительного производства и 20 мест по вечерней форме, очно-заочной, вечерней форме обучения. Что необходимо делать в этом случае? То есть выпускники должны заключать контракт с работодателем, то есть будущим работодателем, в данном случае это Кумыртавовское обеспечение производственное предприятие, в отдел кадров нам пойти, заключить контракт для того, чтобы предприятие направило учиться к нам. Но здесь есть одно преимущество, то есть те ребята, которые идут по селевым приемам, они гарантированно будут обеспечены работой. Я сейчас уже не могу сказать, сколько лет они должны работать после селевого завершения обучения. Весерникам, конечно, проще. Весерникам проще, они уже работники КумАП. Мы списки согласовали с руководством Кумыртавовского обеспечения производственного предприятия. Там не хватает немножко, ну, человек 5-6, по-моему. Всем желающим необходимо к 20 июня подать заявление в отдел кадров Кумыртавовского обеспечения и КПА дневной формы обучения, и КПА очно-заочной, вечерней формы обучения. Дальше уже они приносят сюда свои документы. Дневникам только ЕГЭ надо документы. А вот для вечерней формы обучения ребята, которые закончили авиационный техникум, авиационный колледж, как в предыдущие годы, как в этом году, который заканчивает, горно-механический колледж по соответствующим профилям, они могут подавать заявление и поступить к нам учиться. Есть одно, но если мы набираем группу, даже селевики в полном составе, будем говорить, после соответствующих СПО, среднего профессионального образования, они могут учиться сокращенной формы обучения. Это ускоренно у нас называется. Кроме этого, у нас есть одна специальность, это система управления летальными аппаратами, это специалитет, инженерная подготовка. По просьбе нашего обеспечения предприятия, мы уже пятый год принимаем, в этом году первый выпуск будет. Специалитет, действительно, они по программам инженерной подготовки у нас учатся. Там 15 селевых мест, конечно, туда поступают уже самые достойные, самые ребята с высокими баллами, как правило, и учатся они хорошо. Вот в этом году будет первый выпуск, где-то из 20 человек, 8, если не ошибаюсь, 8 человек будут получать диплом с отличием. Кроме того, мы принимаем учиться на заочной формы обучения. Заочная форма обучения у нас платная, они тоже одновременно с 20 июня начнут прием заявлений и завершаются 15 сентября. То есть после 15 сентября уже прием и на заочной форме прекращается. Как вы и знаете, Алексей Александрович, у нас в структуре нашего филиала имеется еще среднепрофессиональное образование, это авиационно-технический колледж. Да, конечно. Колледж. Там очень много бюджетных мест, они после 9 класса, ребята, поступают без экзаменов, приносят аттестат зрелости после школы. Это 125 мест федеральных компонентов, это Москва выделила там, и 75 мест наша республика выделила, это целевые приемы. И вот в этом году впервые выйдут бюджетные места по специальности информационной системой. Это сейчас новые направления, это модные, информационные технологии, информационные системы. Это и наш президент говорит, и представитель правительства. По этому направлению, то есть Москва тоже нам выделит 25 бюджетных мест. Но это не только модные, это еще и востребовано. Это востребовано. Вот на сегодня, да, действительно. Вот поэтому, я думаю, к нам придут самые такие ребята после 9 класса. Условия у нас очень, ну как сказать, нормальные. Материально-техническая база развивается. Вот сейчас с приходом нового управляющего директора мы с ним поговорили. То есть будет и помощь со стороны нашего базового предприятия. Это очень отрадно, что он с первой же встречи сказал, мы будем помогать и колледжу, и филиалу, чтобы наши ребята получили достойное образование, и они остались работать в нашем городе, чтобы подняли производство градообразующего предприятия. Действительно, если посмотреть, пройтись по КУМАП, я там постоянно бываю. Приятно, что почти все здороваются. Андрей Ибраимович, как дела, как дела. Но большинство это наши выпускники. Я думаю, и в этом году мы самых достойных примем. Самых достойных примем. Самое главное, чтобы было у них желание учиться. А так, что касается преподавательства, у нас степень у нас соответствует лицензионным требованиям. В этом году у нас еще четыре человека защитили кандидатской институтации. Двое на подходе. 75% от нашего профессора преподавательства имеют ученые степени. Ну что ж, довольно-таки внушительные цифры. Вот если мы говорим про поступление, условия какие обучения. Вот балл, да, какой-то есть определенный минимум? Да, вот ежегодно проводятся мониторы на качество подготовки специалистов во всех вузах Российской Федерации. Это и государственные вузы, и некосударственные вузы. Ну вот минимальный порог, минимальный порог для того, чтобы считать, что учебное заведение является эффективным, это 60 баллов, это средний балл. Вот три экзамена они сдают, три ЕГЭ, да, три экзамена, так, предположим, 180 баллов в сумме трек, значит, это нормальный, хороший показатель. Но если больше, ну вот к нам приходит и 250 баллами, ну 300 баллов, это, наверное, редкое явление, надо, каждый ЕГЭ надо сдавать на 100 баллов. Это редко бывает. Ну так, хорошие ребята, вот, и они учатся очень хорошо, достойно. Ведь правительство и президент Российской Федерации идет на встречу таким хорошим, ну, как сказать, студентам. У нас вот ежегодно выделяются квоты на получение таких стипеней. Вот в этом году двое наших студентов будут получать, они трое получают, на следующем году вместе будут получать президентскую стипеню, трое будут получать стипеню правительства Российской Федерации. Это по высшему образованию. А вот недавно, вот вчера только пришел приказ, на следующий год это три студента СПО, это Объясненный технический колледж, уже будут получать три правительственные стипеню. Но сумма стипеней известная нам для стипеней президента 7 тысяч рублей, стипеней правительства Российской Федерации 5 тысяч рублей. Кроме этого, кроме этого, есть так называемые стипеней повышенные. Это выделяется для особо одаренных студентов, которые занимаются учебой, хорошо вычисли, наукой занимаются, спортивная деятельность, культурно-массовая, там еще один параметр, я забыл, там, общественная деятельность там еще есть. Это повышенное стипение колледжется в пределах от 12 до 15 тысяч рублей. Вот ежегодно 20-21 человек, в этом году немножко меньше 19 у нас, получают такую стипеню. Это очень хорошая поддержка. И самое главное, идет соревнование сейчас между, среди студентов, кто там хорошо учится. Они это стремление, это есть вот какое-то вот, какой-то вот новые направления. Они вот сейчас, если сравнивать 15 лет тому назад, как-то студенты вяло учились там, неохота, а сейчас вот какое-то пошло стремление, и вот они с желанием учатся не только ради стипеней, но ради получения этого образования, это нормальное образование. Конечно, конечно. Вот это, я считаю, для выпускников это вообще такой показатель. Ну и с другой стороны, вы знаете, наш филиал участвует во всех мероприятиях городских, участвует. Мы занимаем по спортивной деятельности, вот у нас вот буквально закончился сезон, у нас первое место. Вот 9 мая мы постоянно участвуем в кроссе на газету время, да, в коммертарское время. Последнее уже, наверное, я помню, лет 6, наверное, мы опять первое место. Хотя есть такое уникальное учебное заведение, педагогическое колледж, там они готовят спортсменов, структурников, но, видимо, к авиации идут самые здоровые, самые нормальные ребята. Вот я так считаю, вот такие моменты у нас есть. Если вернуться к стипендии, повышенные, то это 14, 12, 15, да, получается? Да. А вообще, большая стипендию? Вот, конечно, я когда ведомности подписываю, но иногда своим глазам я иногда не верю. Думаю, главный бухатор спрошу, неужели они столько получают? Да, получают. Получается так, вот если человек хочет, он получает повышенную стипендию. Где-то повышенной стипендию, ну, до 3 тысяч, по-моему, если. Дальше, если у него там сумма доходов в семье ниже прожиточной минимума, еще ему дается социальная степень, в пределах 7 тысяч, по-моему. Дальше, если он получает еще степень президента, и самая степень правительства, еще получают повышенные, ну, где-то максимально, я подписал, 32 тысячи человек получают степень. Ну, я сравниваю доценту, вот на сапку работает он, получает 21-22 тысячи рублей. Но, конечно... Доцент, он хочет обратно студенту, наверное, пойти. Ну, некоторые так говорят, но здесь, конечно, мы благодарим от правительства, благодарим от нашего президента. Ну, действительно, идут на встречу. Надо поощрять хороших ребят. Они вот и стараются, и из них хорошие специалисты выйдут. Ну, опять же, если учитывать то, что этот человек действительно учится. Конечно. И у него это все... Да, да, но он же не только учится, он пишет статьи, он участвует в вообще городских мероприятиях, культурно-массовых, спортивных. Он развивается всесторонне. Понимаете? У него не остается времени ходить по улицам, болтаться, можно сказать. Конечно. А вот про условия, опять же-таки, обучение, проживание, хотелось бы узнать тоже у ГАТО. То есть, общежитие это все предоставляет? Ну, действительно, у нас общежитие как таковое не имеется, но у нас очень хорошее отношение с теми учебными заведениями, где имеются условия проживания. Например, горный механический колледж. Лапин Анатолий Владимирович. Мы с ним очень нормальных отношений. Мы с ними заключаем договор на проживание. Дальше педагогистский колледж. Пьянов, Дмитрий Андреевич. Андрей Дмитриевич, по-моему, там. Вот мы и с ним там заключаем. И наши вот... Есть у меня социальный педагог, штат Единицы. Есть зам по воспитательной работе. И я сам хожу. То есть, они выделяют определенные площадки. Ну, например, педагогистский колледж целый этаж. Там мы ходим, проверяем, в каком состоянии, чем они занимаются, чисто ли, убрано ли. То есть, если что-то есть, ну, на ковер приглашаем. То же самое в городе механическом колледже. Таких вот случаев нарушения проживания вообще-то, как такое, не наблюдается. Ну, действительно, где есть порядок, там, наверное, и условия там хорошие, нареканий со стороны нет. Хулиганских действий нет. Ну, это все, я считаю, нормально. Город идет на обстреливающие. Раньше мы через администрацию получали. То есть, обширение Ломоносова было. Ну, потом как-то там ушли. Достаточно вот эти два обширения. Горномеханическая, колледжа, педагогическая. Нас устраивает. Вот еще вопрос про 60 баллов. Вы говорили, да, это определенный такой критерий, который говорит то, что успешный это высшее учебное заведение или нет. А у ГАТУ какой тогда? Ну, у ГАТУ, вот, в прошлом году, я знаю, в прошлом году средний балл у ГАТУ было 65. Это средний балл по всем филиалам, по всем факультетам, по всем институтам, там институты, экономика у нас там есть. 65 это хороший балл. Вот по филиалам, я скажу, по своим филиалам у нас, ну, 58, можно сказать, 57 с ГАКом там. Но немножко мы не затянули. Ну, с Телтамак, конечно, они уже не набрали. У них город большой, у них тоже, по-моему, 58 или 50, ну, там, до 60. В 60 ни один филиал не набрал. Ну, видимо, самые сильные выходят кровные ВУЗы, большие ВУЗы. Ну, ведь это не говорит о том, что критерии 60 баллов, это еще не факт, что человек совсем еще не знает. То есть, бывают моменты, человек, вот, я знаю, очень многие ребята приходят, даже золотую медаль получают, слабо учатся. А кто, вот, приходит с такими баллами, вот, 50, 60 баллов, средний балл будем, ну, они, ну, лидеры, они учатся. То есть, конечно, здесь надо, я думаю, пересмотреть это критерии. Но самое главное, витурентам, выпускникам школы, конечно, этого года уже поздно, они уже экзамены сдают, да, на будущем, мы уже говорим о будущем, надо стараться, конечно, хорошо учиться, надо стараться, не надо бояться этих экзаменов, себя в отцель поставить. Они все боятся, почему, я не знаю, все дрожат перед экзаменом, или страшище какой-то есть, вот, мы тоже учились, там, такого не было. Я поехал в Новосибирск, взял и поступил. Я в деревне учился, в деревне учился, знания, ведь тогда деревенские учители, сейчас в Адгарской учителе, город, сейчас это вообще, сейчас все есть условия, и компьютеры есть, и техника есть, вообще есть условия, но почему-то, вот, или, я не знаю, вот, каким-то образом, вот, ЕГЭ бояться. Не надо бояться. Надо настроиться, идти. Настроиться, идти, там, не надо думать ЕГЭ, надо идти. Знаешь, знания есть, все получится, учиться только надо лучше. Ну что ж, время с вами, Анвар Ибергимович, проходит буквально-таки незаметно, 20 минут пролетели, как 5 минут, заканчивается наша программа. Спасибо большое за то, что пришли к нам в студию. Я не знаю, стоит ли заранее, не стоит ли, с 40-летием, вот, вы тоже сказали, что в следующем году уже филиалу нашему 40 лет, да, получается? Да, 40 лет будет, 29 марта. Вот, я приехал через год сюда работать, я уже работаю 38 лет, на следующий год 39 лет, ну, из них уже 27 лет как руководитель, отработал. Поздравляю вас с этим, все равно, спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. Это была программа «Гость студии». Всего хорошего, всего доброго, до новых встреч. Спасибо, до свидания. До свидания. КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует...